Для того, чтобы понять произошедшее, нужно, как в классической пьесе, обозначить действующих лиц. Их в деле двое. Андрей Ткаченко, депутат законодательного собрания от фракции ЛДПР, и Иван Савин, хоккеист, особенно запомнившийся болельщиком, триумфальным выходом команды «Трактор» в 2006 году в Суперлигу. Савин и Ткаченко – соседи. Однажды жена Ивана Анастасия, будучи на седьмом месяце беременности, возвращалась домой и зашла в лифт вместе с депутатом Ткаченко и его супругой. Жена нажала на второй этаж, по-моему, уже на втором этаже. Мужчина, ну просто вопиющий, грубой форме. Матом он такой грубый, прям, что, не можешь подняться на второй этаж пешком, что ли. Что у тебя, сумка, что ли, там, тилуевая и тон, где тяжелая. Жена в слезах забежала домой и попросила мужа вызвать врача. Анастасию увезли в больницу и положили на сохранение. На следующий день Иван Савин решил подняться к соседу с пятого этажа. Потребовать каких-то от него извинений, разобраться, почему так вообще, возможно, произошло. Мне было интересно, я вот поднялся и позвонил в эту квартиру. В этой квартире проживает Ткаченко. Происходящее далее, каждая сторона трактует по-своему. Депутат Ткаченко написал заявление о том, что хоккеист Савин набросился на него с кулаками, в результате чего у парламентария сломан нос и сотрясение мозга. Однако ни одна из проведенных судебно-медицинских экспертиз побои не подтвердила. Савин, все мы знаем, хоккеист. Они достаточно часто участвуют в каких-то там потасовках, драках. И уж, наверное, если бы он наносил какие-то 15 телесных повреждений, 15 ударов, то хотя бы один синячок должен был у Ткаченко остаться. Статья нанесения побоев отпала как недоказанная. Тогда Ткаченко обвинил Савина в незаконном проникновении в жилище. А если хоккеист не хочет быть фигурантом уголовного дела, пусть принесет 1 миллион 200 тысяч рублей. Сумма для спортсмена оказалась неподъемной. Савин через адвоката уже в суде предложил депутату 200 тысяч. Реакция парламентария Ткаченко была как у истинного жириновца. С его стороны начинает сыпаться нецензурная брань в адрес адвоката. Мало того, еще и угрозы. Пошли, выйдем. Я тебе лицо, ну не лицо, более грубая фраза, набью. Ну а как вот можно вообще... Я просто оцениваю вот эту ситуацию с адвокатом, да, я представляю, какая была ситуация в лифте с беременной женщиной. Сумму 1 миллион 200 Ткаченко назвал упущенной выгодой. Адвокаты Савина навели справки. Компания «Цифроград», в которой официально депутат числится директором, давно обанкротилась. Долг организации более 200 миллионов рублей. Вероятно, 1 миллион 200 тысяч могли бы поправить финансовое положение народного избранника. Для меня вот очень удивительно, что у нас в Челябинской области народным избранником является человек, который пытается всячески, ну как сказать, как мне кажется, обмануть государство. Вот, например, его машина с белорусскими номерами. Таких машин у него четыре. То есть у него, у жены, и две его машины у него с водителем. В личной беседе мне пояснил, что я дурак, что ли, растамаживать машину за такие цены. Сейчас дело Савина-Ткаченко находится в мировом суде. Приговор вынесут уже скоро. Кстати, любопытная деталь. Подняться на второй этаж по лестнице беременная жена хоккеиста не могла физически. Дом спланирован, так что в этом подъезде есть только лифт. Лестница в соседнем.